Всем привет, с вами Михаил, и сегодня у нас очередная серия видео по игре Ultimate Admiral Dreadnoughts, в частности битвы проектов, первый тур, вторая пара кораблей. У нас будет корабль французского флота Шарлотта и корабль японского флота Сакура. Соответственно, Шарлотта это у нас Вилет Аметист, он же Вячеслав, а Сакура это Андрей. Переходим к кратенькому обзору кораблей. Шарлотта, как видите, корабль довольно интересный, сразу бросается в глаза только носовое расположение башни ГК, четырехрудийные башни, две штуки, то есть всего лишь их будет восемь. Калибр у них получается 15 дюймов, 481 миллиметр. Касательно скорости 26 узлов, дальность средняя, то есть человек так подошел ответственно к данному делу, переборки максимальные. Ну, ответственно в том плане, что вжился в роль, скажем так, Франция, все-таки страна колоний. По модулям можете сами посмотреть и ценить. То есть, да, опять же, касательно бронирования, тоже интересный момент есть у данного корабля. Сделал он по схеме все либо ничего, то есть, да, у него 406 пояс и палуба, да, 152. То есть, ну, довольно прочный, но при этом нулевые конечности, нулевая палуба в конечностях. Вот, среди шести линкоров, да, то есть таблицу, опять же, сейчас я выведу на ваш экран, можете посмотреть, то есть, да, Шарлотта единственная с таким бронированием. Вот, при этом у нее не самое, опять же, большое водоизмещение, то есть, да, не самая большая стоимость. Поэтому корабль, повторюсь, такой довольно, опять же, интересный и довольно неоднозначный. Ну, касательно противоминного калибра, как бы, да, он есть, скажем так, да, вот 48 орудий калибра 102 мм, то есть, 4 дюйма, неплохо, да, но все-таки 102, мне кажется, ну, вот, вот, вот 152, на мой взгляд, это хорошо, 102, как-то, ну, не знаю. То есть, опять же, для 25-го года, ну, в принципе, неплохо. То есть, да, если вы помните, вот, прошлую серию, да, с Владивостоком, то есть, вот там у него с ПМК было совсем печально. То есть, да, здесь, как бы, опять же, посильнее, много, опять же, двухдюймовок, 51 мм, то есть, видите, как бы, да, 39 и еще 4, то есть, да, 43 орудия. То есть, ну, такое, как бы, зенитные больше, опять же, пушечки, то есть, как мы видели в прошлой серии, там особого влияния они не оказывают. Хотя, кстати, да, вот, будь Владивосток против Шарлотта, как бы, да, с ее нулевыми оконечностями, я думаю, что, может быть, куча вот этих вот 76-мм Владивостока как-то и сыграли бы роль, кстати, вот, да, тоже такой нюанс. Сейчас, ну, как бы, здесь уже, если бы, да, кабы, посмотрим, что будет дальше у нас. По точности здесь все неплохо, то есть, да, 37 базовая, 75 дальняя, здесь никаких вопросов нету. Вот, радио человек решил вообще не ставить, ну, его право, как бы, да, один корабль, он не особо и нужно. Вот, то есть, здесь, как бы, корабль, опять же, для боя какие-то не вандальных дистанциях, потому что, да, на ближних дистанциях, понятное дело, то есть, безбромные вот эти вот оконечности, они будут сразу же выбиты, то есть, да, с затоплениями, с пожарами. Вот, касательно еще моментов по вооружению, то есть, да, видите, тропедный аппарат там довольно много, то есть, четырехтрубный на корме и два двухтрубных, соответственно, получается, по бортам. То есть, довольно, опять же, мощное тропедное вооружение и тоже из особенностей, как бы, да, тропеды, видите, быстрые и 20 дюймов, то есть, вот, интересное, как бы, такое сочетание. Опять же, посмотрим, то есть, да, на сколько они сыграют, потому что дальность у них, видите, 8,4 всего, то есть, стандартные, если не ошибаюсь, там, кто-то около 12, вот, у этих, как бы, 8,4, но они быстрые, ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Теперь перейдем, давайте, к кораблю Сакура, корабль Андрея, корабль самый дорогой, опять же, сейчас на ваших экранах будет таблица, самый дорогой, то есть, да, полтора миллиарда, это три раза дороже, чем любой линкор в данной таблице, то есть, да, любой линкор в второй части, на втором сезоне битвы проектов. Ну, как бы, никакого ограничения на стоимости на водоизвещение нету, поэтому, как бы, да, ну, пожалуйста, да, то есть, на этих технологиях можно сделать такой линейный корабль. Опять же, то есть, да, как видите, сейчас у корабля нет ни ПМК, ни торпеды, ни никакого вообще вооружения, кроме главного калибра, кроме 14-12 дюймовых орудий. То есть, да, получается, 7 башен по 2 орудия в каждый. Вот, калибр, опять же, то есть, да, не самый большой, то есть, не 356, не 380, а 305, при этом, как бы, да, у корабля огромная скорость, 38 узлов, это лидер, как бы, да, опять же, списка наших шести кораблей. Задумка, опять же, да, он рей какая-то, то есть, вести бой тоже на дальней дистанции, поджигать, то есть, да, и не сближаться. Ну, в принципе, логично, да, то есть, а что ему делать? Опять же, данный корабль, да, данный линкор, я бы не назвал бы его линкором, то есть, в чистом понимании своего слова, то есть, это именно какой-то монитор, то есть, да, это корабль от именно артиллерийской поддержки и чего-то такого, то есть, вот. Вот, и я бы сказал, да, вот, как я уже не помню, там, говорил это в прошлой серии, либо нет, то есть, да, это какая-то такая влажная мечта адмирала Фишера, я бы сказал, то есть, да, английского, который вот, которому приписывают его знаменитую фразу, то есть, да, там, скорость ваша броня, то есть, ну, по отношению к линейным крейсерам, то есть, да, вот здесь то же самое, 38 узлов, то есть, да, отсутствие ПМК, отсутствие зениток, но 38 узлов. Вот, то есть, даже во вторую мировую, то есть, ну, вот я не помню, что его могло догнать с такой скоростью, то есть, ну, даже ничего, пожалуй, ну, понятное дело, кроме самолета, да, само собой, то есть, а так даже какие-то эсминцы, то есть, ну, 38 узлов, ну, может быть, да, но, как бы такое, от любого другого тяжелого корабля, то есть, да, такого-нибудь, там, не знаю, Бисмарка, Йову, то есть, не знаю, от Ямато, там, от чего угодно, он бы просто ушел, то есть, он может именно навязывать свои условия боя, то есть, да, в этом плане ничего не бояться, вот, дальность минимальная, да, но, опять же, видите, при этом большая, то есть, по дальности там плюс-минус сравнимо, вот, по ТЗ почти отсутствует, видите, первого уровня всего лишь, но, опять же, как бы, да, с такой скоростью, надеется, что у него будет выходить тропедная атака, плюс, как вы уже могли тоже видеть по таблице, это корабль с наихудшим маневренностью, в принципе, опять же, следите, линкоров, то есть, у него диаметра циркуляции порядка трех километров, то есть, да, вот сколько сейчас я посмотрю, да, это 3002 метра, то есть, опять же, то есть, мы заметили противника, мы начинаем разворачиваться, да, и на разворот мы потратим, грубо говоря, там, полтора-два километра, только на это, то есть, ну, вот, как бы так, по бронированию, да, опять же, бронирование хорошее, единственное, как бы, что меня смущает, то есть, у него хорошие борта, но, видите, палуба 30 миллиметров всего везде, то есть, опять же, если бои на дальней дистанции, ну, я бы лично, может быть, ложился бы в палубу, но это, как бы, сугубо, как говорится, да, личное мнение, то есть, опять же, зависит, опять же, от противника, то есть, да, какие у него будут снаряды, то есть, да, как они будут под таким углом пролетать, вот так. Ну, я думаю, что посмотрели, как бы, да, сказать здесь особо про это больше нечего, то есть, корабль, да, безусловно, спорный, но он в рамках правил, как бы, да, и, опять же, два боя-то мы будем играть за него, но два-то боя мы будем играть и против него, когда за него будет играть бот, и как за него будет играть бот, черт его знает, то есть, да, давайте посмотрим, мне вот, самому это интересно. Поехали. Начинаем мы за Шарлоту, противник на севере, прямо по курсу, нам не нужно никуда разворачиваться, у Шарлота, как бы, да, опять же, то есть, у нее получается меньше скорость, ей нужно держать какую-то дистанцию, если, ну, если, да, допустим, Сакура захочет сближаться, как бы, да, например, бот, как бы, то есть, вот, она это сделать не сможет, плюс у нее нету кормовых орудий, то есть, опять же, да, нам надо танковать носом, то есть, да, как-то идти на острых углах, вот, но при этом у нас, сотоконечности никакие, то есть, да, посмотрим, как это все будет между собой взаимодействовать, неинтересно, вот, честно, вот, интересно, это уже парочка кораблей, как бы, я не считаю, как бы, что Сакура здесь там, прямо какой-то доминант, да, который там приплывет и сейчас там всех утопит там, выздали, то есть, может быть, да, а может быть, нет, там, да, может быть, там, пойду я в известном направлении, посмотрим, пока что сближаемся, сейчас очень надеюсь на что, на то, что бот не будет от нас отходить, то есть, возможно, мы как-то все-таки сумеем достигнуть каких-то средних дистанций, что-то еще, то есть, либо как-то вести бой на дальних, потому что, опять же, вот, если вот я говорил, что у Суньдзи там самая большая сигнатура цели, как бы, да, то вот у Сакуры она, у Сакуры она не сильно отличается, то есть, да, у нее тоже там весьма себе. Ну, точнее, как, опять же, то есть, сигнатуру, да, вот сейчас по таблице я смотрел, я немножко ошибся, да, сигнатура у нее все-таки небольшая, а вот у Шарлотта даже, получается, побольше немножко, но я думаю, что тут в силу длины цели, в силу ее размеров, то есть, габаритов, все-таки мы, да, ответили, мы залезли раньше. Она полетела, в силу огонь с 18 километров, плюс, как бы, да, у нас, соответственно, что, у нас 380 миллиметров, то есть, да, у противника только 305, то есть, по идее, теоретически, как бы, да, у нас орудие дальнобойни, хотя, видите, как бы, по нам будут залпы в ответ уже тоже. Ну, я не знаю, давайте попробуем поиграть, как бы, в огонь с дальней дистанции, то есть, да, почему бы и нет. Дальняя дистанция, опять же, видите, сложно чем, то есть, нам сейчас придется отворачивать, и тогда мы не сможем стрелять, то есть, вот, опять же, минус Шарлота, минус массового расположения, то есть, да. Вот, я не знаю, почему, почему-то все решили, вот, стабильно дальние дистанции, да, бой на дальние дистанции, там, вот, сейчас переключаем на бронебойные, потому что, по, по тактике Вячеслава, то есть, да, расстрел на дальней дистанции бронебойные, видите, у нас бронебойных больше гораздо, то есть, у нас бронебойных, грубо говоря, тысячи снарядов, да, фугасных 100 всего, здесь сейчас меньше. вот у сакуры конечно да вот засыпают нас сейчас огнем с огоньком подходит вот у нас плюс 300 процентов к размеру цели точность на 2 процента процент это конечно не нового скупом стасу низы в прошлом бою допустим имел у меня пять процентов то есть на таких дистанциях 16 километров 5 или даже 6 сказал ближе так куда вас движется сакура сакура нас движется вот сюда то есть она подожгли давайте-ка отвернем немножко ее сторону так от минус кабана то есть мы сейчас вы нужны кто-то отойти маневрировать а вести огонь по крайней мы не можем хотим но не можем я очень-то бы надеюсь что надеюсь сейчас поддержать опять же дистанцию хотя бы те же самые там пусть 16 как бы то есть да потому что скорее всего 12 дюймов я не проверял да повторюсь как бы я не играл сам эти бои еще ни разу с этими проблемами но скорее всего 12 дюймов на такой дистанции имеет не шибко большую точность те же самые 2-3 процента дистанция пошла разрываться ну еще один пожар чё страшно основы к вступил в свете от минус как бы да от шарлота чтобы сделать циркуляцию чтобы немножко отойти от противника и на ней мы не могли стрелять то есть как минимум несколько залпов мы потеряли которые могли бы сделать но смотрите кстати мы прожгли в ответ мы подожгли в ответ причем прожгли бренебойным снарядом да вот так вот залетела в палубу куда-то не знаю пока как бы да насколько плохо то что видите 41 процент идентификации еще не понятно что мы там куда достигли но судя по повреждениям то есть да вот один пожар 19 урона то есть нам два попадания мы почти после в принципе разменялись так 17 километров хорошо я не хочу пока сближаться еще пожар у нас конечно ну сакурадак не такой узкий стилет как говорится до зажигательным имеет право на жизнь и безусловно он неплох снаряды нам засыпает как надо вот видите как бы да это бот то есть опять же он держит дистанцию в принципе как и задумывал андрей то есть да и и мы держим дистанцию пешка задумал числа к не знаю почему но почему-то фактически иду почти все участники да вот второго сезона битвы проектов решили что их корабли там даут бой на дальней дистанции там бой на дальней дистанции ну окей ну вот видите как бы сами не сближается ничего не делает до 17 9 держим отлично для нас дистанция почему бы и нет ну видно что точности бы до что у нас что у них фактически не так еще три к одному пока что но учитывая сколько залпов по нам летит то есть да странно что мы там еще общение куда-то можем плыть эти немножко даже пожалуй подвернул так еще попадается у нас и попадается в противника тоже еще страдает конечно наша броня я хочу дождаться хотя бы часа нотификация что видит дальность действия орудия сакуры то есть да я поэтому пока не лезут потому что удалось потерять 10 процентов 3 пустая конечность плане в палубу сразу же все там выбито все что могло хорошо что без затопления и цветет хорошо сейчас корабли вячеслава везет тем что сакура да это фугасная вас такой линкор то есть попали бы сейчас бронебойные сюда в нос я думал еще были какие-то затопления и нам бы сейчас было бы очень плохо так нет так пока живем пока живем четной дистанции 17 7 до ближе не будем подходить 17 6 давайте немножко проверить же возьмем 15 процентов осталось донсификации но еще один старят уж до 2 к 9 сейчас 10 уже ой к 11 уже ну вот сюда да видите опять же конечности сразу пожар и сразу все пробивается что можно опять же да вот схема бронирования все ли ничего все хорошо единственное что и в реалиях игры то есть да да и принципе в реальной жизни как бы да довольно спорная схема была и в принципе несколько что там на 100 процентов удачные я бы поставил хоть бы какую-то бронёк конечностям те же самые такие там 30 миллиметров для чего для рикошетов то есть те стрелы сейчас нас пропадают попадают до под любым углом они получать проходят оконечность насквозь взрываются не взрываются неважно то есть будет у нас хотя бы 30 миллиметров учитывая что-то круг 4 то есть да умножаем на 2 это 60 плюс угол то есть было бы возможность хотя бы каких-то рикошетов то есть до чего-то такого а у нас ведь и рикошетов нет то есть все что нас падает все у нас попадает либо пробивает то есть да либо куда частично ронку на носил этот сжигает ну и в принципе то есть да все ли ничего это понятно но хотя бы какую-то броню противопульную не знаю что сколько сорок пятки то мы там корни стреляли то есть на любом случае мне кажется иметь-то надо потому что значит уже манально странно и ответь опять сейчас минус тоже расположение башен то есть вам нужно идти как бы до держать дистанцию а при этом как бы угол очень неудобный то есть вот еле-еле сейчас можем стрелять одной башне 2 уже не можем сейчас на принципе внутрь левее что вести из строя 2 башни нужно ли нам это вот я не знаю я не уверен у нас так уже он ведь и скорость теряем и все так а те временем как бы смотрите да вот в сакуроп можем посмотреть куда мы там попали 1 процент а единство что смотрите как бы у него по снарядам у нее осталось 500 фугасных снарядов получается сколько там 14 залп то есть 10 залпов 140 снарядов то есть например на 50 залпов вроде и много вроде и можно попытаться пережить хочу быть потом знаю посмотрим давайте немножко сейчас опять же отойдем сейчас я хочу заставить его хотя бы растратить свои фугасы стратится в фугас этой будем кто-то отрывать дистанцию периодически избегать накрытие потому что сближаться с ним кабыда под 12-дюймовый пулемет то есть смысла без брони тоже не вижу ну и плюс как бы повторюсь то есть да я хотя бы первый бой как минимум стараюсь руководство такти руководства тактика игроков то есть если бой на дальних сказать значит на дальних да если не получится 2 2 будешь попробуем что-нибудь иное может быть если получится сейчас что происходит да сами видите то есть ну мы просто даже не попадаем то что у нас по точности я не посмотрел сейчас дистанция 17-3 у нас 2 5 проценту сакурой 2 и 2 то есть точность видите одинаковое другое дело что нас 8 вроде у противника 14 то есть почти два раза больше тогда соответственно два раза больше шансов нас попасть грубо говоря не там не дворки этом почти пять процентов те же самое да чисто в силу количества попадание опять поджог ведь опять в оконечность то есть очень много теряем прочности потому что у нас нет никакой брони это конечно печально печально и плюс мы сейчас даем и опять попадание что-то мы говорим насчет того что будем сбегать накрыть дистанция 17 планет должны должны тоже куда-то попадать сами видите более просто кипит шарлотта еще одна он без процентов экипажа погибло за что тратим же муж там фугас включить тоже у нас конечно мало ну вот и затопление и затопление опять же в оконечность да мы вам не пробивает стады конечности хватает чтобы ведь уже по полу линку у нас просто исчезла просто потому что вот такие дела у нас броню давайте отойдем немножко дадим чиниться нашему кораблю что нибудь какой-то шанс там сидел пережить потому что 16 4 видео заближаемся до 16 до нас попаданием чаще не стоит делать то есть да мы сейчас не можем стрелять мы не можем атаковать но как минимум у нас сейчас и не попадают и давайте резко влево возьмем усакуру видите снаряд фугасные потихоньку заканчиваются придутся бронебойные вот другой вопрос я не считаю что для шарлотта все еще все еще кончено когда все уже кончено посмотрим третье попадание но заблокирует какая-то броня есть и все попадание заблокирую просто так сложилось да то есть вот так нам не повезло что иду кота в борт рикошеты и все то есть и снаряд там без разрыва на броня улетел куда-то дальше так смотрите сакура кстати перестала по нам стрелять давайте-ка бронебойные снова включим пристала стрелять причем потому что конечно фугасы заканчиваются вот это понимает и видно хочет что-то оставить себе на вкусное оттягивание между нами 14 километров можно попытаться сблизиться можно попытаться с такой дистанции что-то поделать пошли по нам уже снова фугасы давидом поставил на сейф сейчас на точность больше пяти процентов стало даже 7 процентов и он снова открыл огонь ну хорошо опять же мы сейчас переходим до к такому маневрирование потому что обычно с им число и ронимся когда скинем скорость или что-то еще у нас просто засыпать снаряд на нас так засыпают снаряды опять же да интересно был бы бой посмотрите шарлотта с владивостоком опять же к обессе и плюсами минусы победил потому что там вот возможно 1 шарлотта реализовал бы свою точность на дальней дистанции калибра владивосток 2 смог пытаться опять же признать свои 14 дюймовки да свою точность ох ты 400 зашло смотрите да и при сближении опять же нам давать работе со своими пмк а может быть не знаю так давайте пошли уже в бой туда потому что отойти мы никуда учитесь мультика бы дал час опять же дистанция 10 лет мы стали куда-то попадать его противника фугасы закончились бронебойных нее немного то есть там от немножко пережить бы сейчас делаем не на муночку стоит и день продержаться да ой больно 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 я очень надеюсь что у сакуры закончились уже фугас и сам бьет бронебойными а так у вас брони нету возможно будет очень много сквозных пробитий и будем получать очень мало урона то есть возможно суть в этом сейчас вы видите бот он от нас особо-то не отходит да он там танкуют к это бортом то есть возможно мы сможем ему сейчас делать опять же какие-то затопления то есть не знаю ну что-то такое попытаться в этот поиграть то есть это наш шанс но если дойдем потому что да это же 10 страниц у нас сакурат наш палец сколько вот мы сейчас еле-еле 20 водоем сейчас давите пошли спазу и пробить и пошли к тоже да там убивает страшно тропеда я пока не отвечал потому что сможем отпустить мне кажется это будет уже очень неплохо учитывая не сапу это будет там возможные фаталии конечно мне очень сильно беспокоит прочность сапу и сапу и шарлота потому что да уже 40 процентов всего осталось и опять же выгодность станция к сожалению к сожалению да не не можем сблизиться он сейчас бы тропедкин 12 пригодились но какой-то ром и сейчас наносим уже неплохо я потихоньку думал как бы тактику на следующий будет возможно также как-то поклоняться от залпов дождаться пока кончится фугаса только своя смерть подержаться на дальностях там под 17 18 примерно в подольше и попытаться и утопить точно свете сильно упала то есть воде и дистанция там до минус 22 процента за банальное повреждение так а усак происходит не вообще закончил себе комплект просто абсолютно то есть технически теперь мы можем подойти и расстрелять вопрос так не подойти чтобы сделать бот у нас как бы тоже видите бы комплекта далеко не бесконечный но вот пока штат нас на куда не уходит это хорошо то есть как бы сакура мощный корабль а вот давайте посмотрим чем закончится данный боющим ничто еще не кончено то есть на сакура факт принципе фактически смогла стопить у нас если условно но у нас остопление только одно то есть до фугасами у нас выжжен корпус но принципе то и все обостреливают наша сейчас возьмите возьмем круто вправо чтобы пустить возможно торпеда больше хорошо для нас сейчас сюда пошли русские торпеда уже смотрите торпеда быстрее то есть опять же планете и будет тяжело здесь к бы согласен то есть да здесь глупость бота то есть по хорошему сакура закончился бы к она должна уходить да у нее там прочность 88 у шарлотта там 38 все победа по очкам все хорошо но подвижки бы да по условиям битвы проектов как бы еще это было написано то есть бы ведется пока не закончится гк у обоих либо пмк до 275 включительно то есть до 5-дюймовок либо не будет возможности их использовать у нас возможности есть и есть как бы я считаю с одной стороны тут призна бота да как бы с другой стороны можно обыграть момент как бы да вот именно ролевой то есть хорошо да если у сакура задача просто подойти допустим обстрелять соединение противника и уйти нормальная задачка для боевого корабля вполне может быть другое дело если у сакура допустим задача защитить какой-нибудь не за там порт конвой что угодно то есть да когда не может выйти из боя когда и нужно просто сражаться все без вариантов то есть допустим она прорывается своего порта куда нибудь тогда наружу закончилась быка не закончился кто и будет спрашивать ему как уходить туда проходить так посмотреть сейчас две тропеды явно попадут две будут явно мимо есть попадание есть затопление выбили двигатель выбили рули отлично отлично подходим того пор часы я думаю что мы расхвеначим противника так поправим с тропедки еще пустить с правым бортом я думаю тоже будет до пошли на штропедки правым бортом самым подбодрим японцев еще сильнее видите сейчас да честно нам поставлять корму пытается сама уже как уйти вот сейчас уже я думаю что особо она никуда не уйдет у меня скорость 36 узлов еще скорость так вот это сейчас его что-то получается а вот так вот да каши это пошли весь хорошая палубная броня ничего не скажешь датика на фугас пока переключусь сейчас уже куда даже и пачкам большой вопрос уже сможет победить что снарядов еще очень много она от нас конечно уходит кто-то там дальше да но нам там нашли не падает скорость 35 узлов то есть да хотя у меня выглядит уже два двигателя то есть поврежден руль затопления какие-то там появляются если тоже дака будут усакли напоминаю не опыт и заставка все хорошо но вот по тазе у нее давайте посмотрим так 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 да вот один торп один как раз она схватила сколько там 5 наших торпед что ли взрывает на констанцию сейчас же пять километров то есть внутри это очень похоже что просто пыталась куда-то порваться как будто бы да сюжет от обыгрывать я бы сказал что-то будь опять же да на месте шарлот тот же самый владивосток сейчас уже с бронирования конечностями да то есть с гк по обоим странам то есть да с хорошей базовой то есть больше четыре процента вот тут тоже сейчас бой бы закончился сильно по-другому так смотрите подключаемся на брюне бойки нам сакура снова подставляет борт ну по труски бы да я согласен это глупость бот но здесь как бы условия справедливы почему потому что когда мы будем играть за сакуру до бот наш работе точно так же может купить раскрытие будет тупить поэтому тут все абсолютно справедливо ну сейчас как бы дарит принципе такой расстрел по сути да сакура у нас ничего сделать не можете нет для комплекта вообще нет ничего то есть и в принципе прочность видишь сравнялась то есть вопрос как мы сможем добить или нет не ожидал честно что так получится я думаю сейчас на шарлота конечно там пойдет одно очень быстро потому что посмотрите на ее левый борт как вам правый борт не вы просто в хламину весь теперь ситуация поменялась сакура пытается что-то там противопоставить нечем стрелять нечем стрелять выбита башня какая у нее опять же первый бой то есть возможно это случайность может быть шарлот там и просто повезло это пережить не знаю посмотрим здесь я повторюсь как бы да не на чьей стороне то есть мне интересно оба корабля сакура как концепция туда такая вот красная телевизор платформы это очень интересно по своему да да все структура 7 процентов сейчас безусловно мы добьем либо она просто утонет засыпаем видимо мелкошками да но четыре дюйма как бы соответственно броня сакура делится попадание видите 0 толку 0 есть конечно же без всяких пробитий ну вот да ответе сколько вода не спаем качестве так ну что же счет получается 200 в пользу шарлотта такие дела такие дела давайте посмотрим на статистику честно неожиданно для меня так что у нас по точности гк шарлота больше видите 18 на 5 идеи но шарлотка шнобила в упор то есть да когда мы сблизились когда уже сакура не могла ответить то есть там она стреляли по мк тоже 29 но толку от него три пожара не сделал сделал и все то есть там урона почти не нанесло толком торпеда торпеда да торпеда здесь сыграли по полной но больше я думаю что особо нет ничего интересного play again да play again погнали противник на севере немножко левее нас сейчас нужно уже второй бой у меня пока что план тот же самый то есть давайте издаля мы попытаемся от выманить как говорится да у противника бы комплект продержаться простоять и потом добить то есть это сработало да и в принципе эта тактика который собственно вячеслав описал то есть да что для дальней дистанции броня все или ничего и вот это вот все на неожиданно меня повторить результат потому что я тоже как бы больше был думал что сакура сейчас там придет у всех нагнет так вот на пылес у нас на горизонте 19 километров мы сейчас резко вправо сразу же давайте чем у нас там бот фугасами дальше свалит по моему не давайте на бронебойные переключаемся будем попытаться попадать в палубу башни так дистанция 16 светит цельство 16 8 то есть вот тоже такая да в проектах линкоров такая особенность что дальняя дистанция это хорошо это хорошо если есть хорошая скорость потому что если нет то даже банально циркуляция дома начали на 19 километрах то есть данного наши диаметры разворота как бы да радиус точнее вот плюс скорость противники вот ожидали уже 15 8 хотя начинали по трюс мы видели на 19 то есть сразу как бы дал разворот возможно не так интенсивно конечно следовало бы я хотел просто подручь упустрелять главным калибром чтобы возможно куда-то попасть хотя бы у нас уже пробили причем судя да по месту подрыв этом насквозь прошили через палубу ну либо снаряд так 16 4 нет давайте развиваем дальше дистанцию там сейчас нужно продержаться там минут каких-то 10 хотя бы за под этим двадцать ему дождем разрушен торпедный аппарат сразу же вот тоже да хотел бы отметить что прошлом бою опять же не было ни одного попадания торпедный аппарат а довольно много по корпусу шарлотта сейчас есть вот опять же видеть нам бы сейчас пострелять будут кормы но нам у нас нет орудий кроме то есть работа схема неплохая то есть да но схема мне кажется своими такими чисто орудиями то есть это все-таки когда корабль планирует наступать на противника когда он планирует держать дистанцию то есть да в том числе и отходить от него как бы то вот на корме то хоть что-то иметь было бы очень неплохо пока идет идентификация у нас еще но я же запомнил до что пройдет идентификации у него там будет честно да где-то там 300 примерно то есть это еще так вы смотрите перестала сакура по нам стрелять сейчас то ли дистанция уже не позволяет что но давайте мы по ней получу туда немножко полигонных условий дайте даже может быть скорость под скину сейчас попробуем на крейсерс берем сразу права потому что 12-дюймовый душик начинается обратно так то судя по углу падения конечно по крайней издали то есть да давайте посмотрим сейчас на сакуру в палубы и прилетать ты конечно должно если что-то попадет спадают снаряды как бы да с шарлотта падением градусов под не знаю что насчет палубы да здесь я увеличился так 17 6 не давайте еще правее берем опять же отходим но все-таки пожалуйста вашего позволения добавлю скорости потому что нет опять же то есть да можно посмотреть на крейсерс на крейсерской скорости сейчас получить какую-то прибавку к точности на нечем стрелять просто в чем дело мы сейчас должны разрывать дистанцию иначе начисто просто нашпигуют снарядами он сейчас 7 снарядов да у нас уже минус 90 процентов прочности восемь снарядов и тоже заметьте да когда залетает куда-то как бы какие-то настройки в центр как бы мы прочности малым когда залетает в конечности как в прошлом бою то есть атом в пробилась так бы до придает выбила нам нос и все у нас то сразу минус пять-шесть процентов как бы за одно попадание ну вот хороший тоже пример не 5 6 так 18 половиной тем временем давайте сейчас посмотрим что будет дальше у нас так прошу прощения немножко тут легся на звонок по телефону конечно безусловно я вырезал на чуть-чуть смещение кадров у вас будет из-за того что я поставил грунт на паузу вот сакура снова перестала по нам стрелять 18 9 18 80 а может вообще стрелять на такую дистанцию что мне 17 500 это понятное дело да вот видите 18 6 у нее то есть нам будут за этим держаться то их судорак дает я что-то в первом то бою ты это не посмотрел параметры снарядов не кажется еще много в том числе фугасных очень много давайте попробуем кто-то на этих дистанциях дает то есть на грани от ее дальности и троллить скажем так у нас пора не пока что просто нет точно с 1 процент как сами понимаете тут на там тысячу снарядов там два попадания любая нас будет ответ на огонь панал ладно чем поделать опять же будет интерфейте еще одну торпеду нам выбили это нам выбили 18 2 берёмся снова вправо опять же начинает там нехорошо попадать вот у нас в огне снова в огне но 15 попаданий на там полтысячи урона чокса не хватало суньзыка бы дал свои боя с ладивостоком этого ровно сейчас утром и есть у сакура там дамажит вообще отлично и пробить еще с поджогом его конечности у нее еще 400 снарядов то ли так это льоску полсотни залпов нам остается только терпеть давайте Сейчас часть я пока что вырежу, потому что особо интересного ничего не происходит во втором бою, то есть точно так же постараюсь подержать дистанцию, постараюсь дождаться окончания фугасных снарядов УСАК, и потом мы посмотрим тогда в каком состоянии будет Шарлотта и что мы дальше будем предпринимать. Продолжение следует... 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 Но их у нас нет. Давайте сейчас последние 4 штуки выпустим. Все, теперь у нас их нет. К сожалению, без урона тоже. С плюсов Сакура, да, держится к нам бортом. То есть, на амазке тоже тоже. Представляешь, когда минусы бота, понятно дело, живой игрок так бы не действовал уже, тем более, без боекомплекта, но здесь, наверное, вопрос задачи, не знаю. То есть, там, да, умри, но он что-то сделает. То есть, может быть, так. Конечно, по затоплению, да, живота не доживает. Тропеды у нас перезаряжаются. Будут еще делать довольно долго. Сейчас, как я знаю, немножко плюс, что у нас все-таки на своем вооружении, вот именно в данной ситуации, потому что у нас вот именно все, оно обо не ведет, собственно. Да, ну, конечно, не знаю, возможно, если игре будет недоволен данным боем, опять же, забота. То есть, да, Шарлот реально везет. Просто сейчас везет, и то есть, без тебя будет. Сейчас уже мы расстреливаем урон. Убиваем саккулю двигателем. Убиваем и затоплением урону. Плюс сейчас еще и тропеды скоро перезарядятся. То есть, сейчас еще 4 тропеды у нас пойдет в ее сторону. Потому что скоро с такой дистанции они имеют шансы все 4 и войти. Да, пошли. Пошли пока что 2. 2 и войду. Опять же, давайте попробуем сейчас резко вправо. Чтобы быстрее работать, напустить тропеды. Сейчас, да, фугасами немножко двудюймовки. Хоть немножко, неожидает, потому что не нужно, не осталось. Торратика пока отключу. Сейчас тропедная практика, что там спокойно развернуть Шарлотту. Опять же, да, в силу нормальной маневрности Шарлотта, то есть, да, довольно хорошей, и мы можем позволить себе такую разворотность, да, усатную, нельзя, циркуляция все-таки очень большой и ей тяжело в этом плане. То есть, как я любит эту бот, но, как у нас на внешний рядус маневра и держать там, то есть, вот, сейчас не может он так сделать. Тогда пустили на торпеды, все хорошо. В принципе, добили бы и без торпед, но с торпедами просто быстрее. Есть еще попадание. Еще попадание с главного калибра. Так, у нас бронебойных еще 200 снарядов. Да, еще есть был комплект. В данном случае нам везет. Ну, такие дела, да, то есть, можно сказать, что Давид против Голиафа. 100%. Опять же, да, то есть, ограничение игры, как бы, да, бот тупой, там, и все такое, понятно, но, повторюсь, как бы, да, какая задача, опять же, была бы там, да, у такого корабля в реальной жизни. То есть, это раз и два все в равных условиях. Так, нет, снова играть мы не будем. И теперь мы меняем. То есть, сами берем Японскую империю, а противник у нас будет Француз. То есть, теперь мы играем за Сакуру против нашей Ролота. Так, все верно. Вроде бы, да. Поехали. Так, соответственно, включаем все же фугасы. Противник у нас на севере. Хорошо. Север у нас слева, да. Погнали туда. Сейчас я вижу, как бы, два варианта. То есть, опять же, во-первых, Андрей, как бы, да, прям четко указал держать крейсерскую скорость. Давайте сразу поставлю 30 узлов. То есть, да, чтобы получить бонус к точности. Вот, чего, кстати, бот не делал. Вот. И попробуем, соответственно, ввести огонь, опять же, с дальней дистанции. То есть, засыпать, поджигать, выжигать противника. Потом, может быть, сблизимся, добьем. Посмотрим. Так, что у нас по скорости сейчас? Да. Как раз 30 узлов. То есть, видите, у нас 25% на четверть за просто вот эту вот скорость мы получаем бонус сейчас. Так, у нас 18,6 километров, да, дистанция минимальная. То есть, нам нужно сближаться дальше. А нам сейчас явно залпы, да, уже полетели. Так, 18,6. Давайте пускай вправо пойдем, например. У нас противник-то идет. Ага, противник у нас так, ну давайте нам даже не вправо, давайте мы... Да ладно, вправо, нормально. Дистанция уже 16,5 сразу. Одно попадание по нам было, но, к счастью, без пробития, без повреждений. Точность у нас 5,4, кстати, да, но это с 14 километров. Давайте, наверное, подальше немножко отойдем. Тут как-то это... близковато, я решил, наверное, подойти. Опасно. А, вот у нас первое попадание с поджогом тоже сразу же. Попадание у нас с каким-то пробитим, незначительным пока что. Сейчас, опять же, как бы, да, у... Соответственно, шарлота будет точно чуть повыше. Почему? Потому что бот не использовал крейсерскую скорость. Но при этом, как бы, да, у него был... был штраф за то, что у нас, собственно, большая скорость корабля, как бы, да, сейчас у нас скорость меньше, но зато мы имеем больше бонус точности. То есть проще по нам попасть, но и нам проще попасть. Как бы, такая-то все справедливо. Так, ну, уже, как вы видели, там были какие-то затопления и попадания. То есть по урону, да, вот 5 на 4 примерно намеренно, но фугасами, на этом, конечно, у нас другое не сделали. Идет все еще идентификация шарлотты. Я думаю, что давайте все-таки сейчас позволю себе увеличить скорость, потому что дистанция как-то слишком уже сблизилась. Мне это не нравится, я хочу немножко отойти. Пробитие поджоги, отлично. Здесь, как бы, да, тоже плюс, как бы, сакура, что вот, в отличие от шарлоты, мы вот спокойно на кормовых углах можем работать с артиллерией. Ну, все, либо почти все. То есть вот сейчас мы отходим, дорывем дистанцию, при этом еще и побеждаем, попадаем, затапливаем, то есть сколько у нас там не стесняет. Так, давайте хотя бы снова разкину, потому что пока что четырнадцать с половиной, по-натому вроде особо сильно не прилетает, больно, да, а у шарлотти явно там заходит очень хорошо все это. Вот уже, кстати, она, да, отрасовалась у нас, затопление у нее у нас, опять же, сбитый корпус уже, точность 4-2-4-3, у нас 6-4, то есть сакура поточнее будет. Сейчас. Ну, здесь опять же, наверное, силы орудия, то, что МК-3. Силы кресел со скоростью. Так, что у шарлот со скоростью у нее сейчас 24 минут, то есть она топит на максимум, практически, с учетом затопления. Сейчас, ну, какого план такой, то есть, опять же, да, идти вот на такой дистанции, на крещерской скорости, поджигать до выработки фугасов, а потом, соответственно, близиться, добить ее бронебойкой. То есть на бронебойке не тратить именно до сближения, там, вот, брод-вброд буквально. Потому что, да, за шарлот у нас было два затопления сакуры, то есть сейчас счет 400-0 по очкам, соответственно, как бы за сакуры нам нужно тоже топить шарлоту в ответ, и при этом, что бы ни было, в случае ничьей, напоминаю, как бы, да, побеждает корабль с неименьшей стоимостью. То есть, поэтому, даже если мы сейчас, в принципе, шарлот победим, это будет такой гол престижа, потому что шарлота отправляется во второй тур, как бы, да, сакура остается у нас в туре на выбивание, выбывание, вот. То есть, опять же, она будет там против Владивостока того же самого, и посмотрим, насколько это будет все интересно. То же стоимость к вы шарлоте, напоминаю, то есть, да, у нее, соответственно, 270 тысяч, 273 миллионов, прошу прощения, а у сакуры полтора миллиарда. То есть, вот так вот, да, шарлотта, получается, сколько раз дешевле-то там, поджигаем ее пока что, поджигаем, ну, такое, дистанция 16,5 уже увеличилась, давайте-ка я немножко вправе сейчас подверну на нее. Она от нас, видите, тоже не уходит, то есть, да, он пытается там сблизиться. Ну, в принципе, бот это всегда и делает, и, насколько вы видели, то есть, да, даже без комплекта он какие-то круги у нас делает. Единственное, за исключением, то есть, да, когда вот есть снаряды, и если он понимает, что у него корабль, больше там под дальний бой, больше под главный калибр, вот Кладзивосток, допустим, он от Суньзы пытался уходить. То есть, по крайней мере, пока там дистанция совсем не сблизилась, там, до 6 километров, то есть, когда он уже вернулся бортом, то есть, вот до этого он пытался от нас уходить. И делал это, в принципе, успешно. Ди-ди-ди-дыщ запуск пулеметов 12 километров. Так что корабль красивый. Да, да, красивый. На полность лет. Ну, это реально, этот монитор, можно сказать, лидийская платформа. Ну, интересная концепция, вот одно ее проверим. Так, смотрите, уничтожаем торпеды, затапливаем торпеды, на шарноте было бы очень неплохо сейчас выбить до сближения, потому что, сами видели, дело не наделать могут много. Мне бы этого не хотелось. Вот затопление, опять же, видите, вы конечности затопления, то есть, тогда нет, а конечности, да. Ну, и по количеству урона, тоже сами видите, как хорошо работают фугасы. Когда их много, когда они точно. Потому что количество попаданий, как бы тоже, да, там урон-то урон, понятное дело, но попадания. То же самое, с унзи против Владивостока, да, он имел мало урона, но много попаданий. Здесь, как бы у нас и мало урона, и мало попаданий у Шарлотта получается. То есть, не с таких дистанций. 200 снарядов у нас осталось. Ну, пока что все нормально. То есть, видите, уже 44% у Шарлотты. Не, ну, концепция Сатуре, безусловно, тоже работает. Если бы у нее не заканчивался боекомплект, то есть, да, то есть, либо, если бы у нее был бы хоть какой-то, опять же, ПМК, то есть, да, то есть, так как организовались прошлые бои, когда Шарлотта там с 10% в прочности пошла там и воевать с Сакурой, то есть, да, и смогла ее бить. То есть, у Сакуре, ну, было бы хотя бы, там, не знаю, 4-8 дюймовки набор, то есть, да, она была, скорее всего, и смогла бы отбиться. Тогда там, Шарлотта осталась на буквально там раза два-то поджечь фугасами, собственно, все. То есть, ну, не смогла это сделать. Просто не смогла. Ну, Сакуре не смогла. Смотрите, у Шарлотта дальше с фугасами осталось уже 20% точности, 19%. У нас, скажи, фугасы почти закончились, но там уже и, опять же, Шарлотта почти закончилась. 11%. Ну, я думаю, что сейчас нам хватит даже и фугасов добиться. Да, действительно, то есть, Сакуре это корабль такого дальнего боя, то есть, мы не сближаемся, мы просто вот на горизонте какой-то заливы из пожара. Посмотрим сейчас последние минуты, последние залпы. Сакуре, даже не вижу оттуда сейчас. Вот, на горизонте там, да, такой вот взрыв, разрыв, и вот полетели снаряды. То есть, Шарлотта уже все. Уже не Шарлотта. Уже подгорячая мессия. Да, 06% прочности нагрит просто вся. Потому что вся горит. Потому что мы не вошли еще ни в дальность торпед, ни в дальность ПМК, у нее, то есть, ну а что. Ну, да, все. Это было довольно быстро, надо признать. То есть, быстрее, чем мы мучились за Шарлотту, там, да, пытаясь выманить противника, как это бы комплект, еще что-то сделать. То есть, вот, пожалуйста, подошли, убили. То есть, для Сакуры этого делать не нужно. Ну, по точности, давайте посмотрим, опять же, то есть, да, 12 против 4%. Все очевидно. Play again. Да, давайте, gain. Ну, посмотрите, как бы, да, то есть, Сакуры мы тоже утопили два раза. То есть, сейчас, безусловно, Шарлоту, скорее всего, опять еще разок утопим, но, кстати, вот раз нужно на север, фактически назад разворачиваться. И вот разок мы еще утопим, но 2 на 2, ничья, то есть, да, соответственно, 400 очков заработает Сакура, 400 очков заработает Шарлота, и, в 3 Шарлота переходит в траитуру. Потому что, да, корабль стоимостью 270 миллионов, получается, ну, как бы, равный по эффективности против корабля стоимостью полтора миллиарда. То есть, если друг друга могут утопить, на мой взгляд, это довольно логично. То есть, да, зачем тратить полтора миллиарда, когда можно построить, грубо говоря, там, пяток таких Шарлот, да, сколько там, даже получается, 7, что ли, кораблей, фактически, да, то есть, против одной Сакуры выставить. Хотя и один на один, друг друга они топят, они убивают, то есть, да, они могут это сделать. Безусловно, в специфических условиях. То есть, да, когда вот у Сакуры кончается боекомплект, то есть, там, да, что-то еще, как бы, так, Сакура, конечно, да, я согласен, в рамках какой-то компании, она, если есть возможность куда-то отступить, то есть, да, там есть топливо, там, нет задачи, там, какого-нибудь, там, Ямато, там, 44-м, там, да, 45-м, там, идти до последнего, то есть, то, да, как бы, вот, Сакура сможет. Но если такой приказ есть, да, либо нет возможности куда-то отступать, то вот, все, у него заканчивается фугас, а дальше Роуто просто подходит и уничтожает ее. Опять же, как бы, да, то здесь появляется плюс концепции Андрея, как бы, да, как артиллерийского такого поджигательного корабля, и при этом уже минус его концепции, то, что нет ни ПМК, ничего-то еще. То есть, повторюсь, да, возможно, там будет несколько 8-дюймовых казематах, он бы, прошлый бой, допустим, выиграл бы, позапрошлый точнее, да, когда у нас на 10% вставалось уже прочности, вот, но при этом, да, добавь там эти 8-дюймовых каземат, у тебя не будет столько башни главного кариба, то есть, да, либо не будет такой скорости. То есть, вот опять же, это компромисс какой-то. Ну, сейчас, конечно, смотрите, это вообще 7 попаданий безответных, почти 1000 урона, станция там 15-16 километров. Поэтому, заметьте, мы сейчас скорость не скидываем до круизны, то есть, мы сейчас лупим на максимальной скорости корабля, и, в принципе, особо ничего не теряем. Ну, давайте сейчас все-таки не буду набирать больше 30 узлов, не вижу просто практического смысла, как бы, в такой скорости уже. То есть, мы сейчас, да, конкретно убой. Да, корабля, как бы, смысл, я безусловно понимаю. То есть, опять же, будь то, какая-то компания, да, такой линформ может уходить просто от всех. Вот его реально даже если не искренне догоним. То есть, если догонит, 14-12-дюймовый, думаю, может встретить хороший прием. Обеспечен. Кранификация идет еще. Ну, вот видите, да, вот сколько урона у нас. То есть, снаряда, конечно, классно. Сейчас он закончится бой, ну и обратите внимание на снаряды Сакуры. Что Андрей выбрал за боеприпасы для меня. Ну, сейчас пока что, реально комментировать особо нечего. То есть, сам видите, что происходит. 2 на 16, 1000 урона против 23 единиц урона. То есть, это в одну калитку. То есть, безусловно, когда противника Сакуры убивает эффективней. То есть, именно в такой ситуации, чисто один на один просто в море, да, эффективно, безусловно. Для того, чтобы стать какой-то такой прямым бой, сами видите, то есть, да, ей немножко оно не хватило. То есть, да, в чем-то глупость бота, повторюсь, проявилась, то есть, да, но это обоюдно, то есть, да, в чем-то, соответственно, как говорится, так сказать, какие-то условия. Ну, я повторюсь, как бы, да, уже не раз уже про это говорил за сегодня, то есть, какие-то роли, да, почему Сакура не могла уйти, придумать можно всегда, то есть, какие-то причины. То есть, вот, бот решил действовать так, но вот не мог он уйти, да, он представлялся, безусловно, я согласен. То есть, ну, на будущее я не вижу смысла, не оси правил битвы проектов под это, то есть, да, потому что, опять же, это бот, шанс у всех разного, что он где-то будет тупить, сближаться, действовать не так, как игрок, то есть, ну, вот, да, надо это учитывать тоже. На мой взгляд, так, по крайней мере. То есть, да, там, заканчивать бой, когда у одного линка закончится боекомплект, а у другого нет, то есть, да, в зависимости, там, от повреждений, либо без учета повреждений, то есть, я тоже смысла не вижу, потому что, пока корабль может воевать, и пока противник досягаемости в орудии, то есть, да, бой не заканчивается, это логично. То есть, если противник по каким-то причинам не стал отходить, ну, так это проблема противника, то есть, да, пользуясь скоростью. Ну, сама концепция Сакуры, конечно, интересна. То есть, для какой-либо компании даже, я бы, ну, может, конечно, не в таком виде, но что-то подобное, я бы для интереса сделал бы. Ну, опять же, да, учитывая то, что все-таки какой-то ПМК я бы поставил бы, то есть, хотя бы оружие последней надежды, но тем не менее, да, чтобы вот, когда кончатся боеприпасы, ну, мало ли, допустим, да, вот если это, как бы шаролл, то залетел бы со шарленой снаряд, например, в машину наделения Сакуры, то есть, да, и она потеряла бы ход. То есть, да, она стреливалась до последнего стряда СГК, а потом, то есть, ну, если бы не утопил бы противника, как-то чиниться там на базу, буксироваться надо, то есть, и что? То есть, здесь, опять же, да, сейчас подумал, такая концепция, может быть, даже не чисто артилевийского линкора, а как раз какого-нибудь, такого, торпедного артилевийского, то есть, торпедного аппарата, плюс, много, фугасов, но тоже какого-то минус, то что торпедная аппарата довольно легко выбивает, кстати, Ну, шарлота типична, то есть, да, броня избита вся. Интересно, как бы, да, что ее пробивает даже в Тады, несмотря на то, что у нее хорошая крестная броня, напоминаю, 46 километров, у нее в Тады, как бы, да, но выбивает, выбивает, то есть, все равно, причем фугасы, причем с 9 километров, да, вот, обратите внимание. Фугасы с 9 километров. Ну, опять же, да, может быть, снарядная рубля, то есть, да, может, какие-то там есть, еще что-то, но вот так это работает сейчас. 12-дюймовки, фугасы, 10 километров, пожалуйста, там, затопление, пробитие, что угодно. Ну, правда, единственное, шарлотик, конечно, там, уже экипажи, там, каждый второй, считай, погиб. То есть, это, конечно, очень много, на Сакуре, там, максимально безопасно, там, 7 человек погибло, да, и то, не знаю, забрать случайно, выпаля от большой скорости. Все. То есть, да, согласно за Сакуре, воевать комфортно. То есть, ты ее берешь, подплываешь, закидываешь фугасы, не выплываешь. Вот, ну, вот если у нее фугасы заканчиваются, если из-за нее бот, то, сами видите. То есть, я не знаю, как бы, да, как вот Вячеслав, как Андрей воспримут этот бой, то есть, насколько для них это все будет, как говорится, интересно, там, не знаю, не интересно, но вот у меня результаты такие. То есть, Сакуре, безусловно, классный линкор, но очень дорогой, и вот в концепции два боя за игрока, два боя за бота, то есть, да, она проигрывает. То есть, вот так вот, ну, кстати, по снарядам, да, я хотел посмотреть, то есть, что за фугасы, ну, максимально, максимально понятно. Кстати, видите, стандартные размеры тоже боекомплекта, то есть, вот, да, стандартные размеры боекомплекта и обычный снаряд. То есть, буквально не хватало бы, то есть, но снарядов было бы больше, то есть, опять же, и скорее всего, тогда бы, вот в том же самом, например, втором бою, возможно, ей бы хватило, потому что, опять же, да, ну, даже банально у нее было бы побольше бронебойных снарядов, то есть, вот, может, так она смогла бы по нам отстреляться. Ну, ну, не знаю, то есть, да, таким образом. Что касается жирчатки, зарядов, снарядов, то есть, да, ну, здесь, в принципе-то, все стандартно, фугас, видите, то есть, вот именно попал, взорвался, попал, взорвался, то есть, до этого мы использовали, вот, что на моем Суньцзы, что на Владивостоке, были вот эти вот, высокие мощности, то есть, у Андрея стоят обычные, то есть, вообще, то есть, как сказать, самые первые, да, самые истоковые такие снарядики, то есть, вот, у них получается, пробития фактически нет никакого, но больше дамаг, больше в разы шансы поджога, то есть, да, и взрываются не сразу, видите, на 100% к времени срабатыванием взрывателя. Шарлоту, получается, легкие снаряды были. Ну, об этом, как бы, да, соответственно, Владислав писал, вот здесь, опять же, применять, не применять, сами видели, то есть, да, какие-то возможности это применить были, вот такие вот дела. Так, ну, что ж, получается, по трёхке, да, во второй паре побеждает Шарлотта, довольно, тоже не сбалансированный, на мой взгляд, но интересный линкор, не менее интересный линкор Сакура, у нас справляется тоже в тур на выбывание, вместе с Владивостоком. Вот, на сегодня всё, всем спасибо, в следующий раз нас ждёт линкор Великобритании, против линкора Австро-Венгрии. Ну, собственно, давайте в следующий раз их посмотрим, не буду сейчас тратить время, вот, а на сегодня всё, всем спасибо, до свидания, пишите комментарии, пишите ваши отзывы, очень интересно всё это почитать, всё это обсудить. Ещё раз, до свидания.